День солидарности в борьбе с терроризмом в Чувашии вспоминают трагедию в Беслане. День солидарности в борьбе с терроризмом приурочен к трагическим событиям в Беслане в начале сентября 2004 года. Тогда в результате захвата школы погибли больше 300 человек, 186 из них дети. 15 лет назад заложниками бандитов в Беслане стали больше тысячи человек, но сегодня вспоминают жертв не только этого теракта. В тот год страшные новости приходили из разных регионов страны практически каждый месяц. Взрывы в метро в Москве, на стадионе в Грозном, на рынке в Самаре. В августе смертница подрывают два пассажирских самолета – Москва-Волгоград и Москва-Сочи. Минуты молчания сегодня по всей стране в памяти о всех жертвах терактов. В Чебоксарах акция памяти прошла в ДК Хузангая. Там сегодня показали специальный репортаж о трагических событиях в Беслане. Здесь же прошла выставка средств защиты. Ими пользуются специальные подразделения, которые первыми приходят на помощь заложникам. Вот, например, бронежилет последней модели – Багарий. Как думаете, вот бегать таким, каково? Тяжело. Я желаю, чтобы все было хорошо и чтобы больше войны не было никогда. Память – это то, что нужно живым. Чтобы такое не повторялось ни в Беслане, ни в одном другом уголке планеты. Чтобы каждое поколение понимало, к чему могут привести любые радикальные проявления. Ольга Бырочкина, Борис Андреев, Республика. Противодействовать, а не содействовать терроризму. Как не нарушить эту тонкую грань средством массовой коммуникации? Сегодня в Солице Чувашии стартовал республиканский образовательный семинар. Для главных редакторов и журналистов республиканских масс-медиа выступали эксперты профильных ведомств. Прокуратура, МВД, Роскомнадзор ведут полномерную работу. Однако действовать на опережение и противостоять терроризму и экстремизму могут и средства массовой информации. Но каждое слово должно быть выверенным, чтобы от противодействия не перейти ненароком в содействие. Говорить об этой теме можно, нужно, но соблюдая все этические нормы, понимая то, что за каждым нашим словом может стоять масса действий, которым мы даже не подразумеваем. Несмотря на то, что мы живем в таком спокойном регионе, на первый взгляд, как нам кажется, Чувашская республика не задета у нас ни проявлениями терроризма, ни экстремизма. Но вместе с тем также рассуждают и соседние наши регионы, республика Мордовия, Пензенская область, Ульяновская область. И думаем о том, что мы живем спокойно, и где-то можно что-то пропустить и на что-то не обращать внимания. И это самая наша главная беда. Наша самая главная беда в пропилактике вообще всех деструктивных моментов нашей жизни – это наше безразличие. Первую половину семинара посвятили взаимообмену информации между силовыми ведомствами и СМИ. По второй части затронули психологические аспекты борьбы с терроризмом, разобрав основные приемы, используемые для пропаганды террористической информации и распространения ложных ценностей. Так, цикоспециальное учение провел оперативный штаб Чувашской республики под руководством начальника УФСБ Игоря Кобыличенко. Учение позволили проверить готовность сил и средств оперативного штаба и органов исполнительной власти к совместным действиям против террористических проявлений. Специальные службы и правоохранительные органы отработали взаимодействие при розыске террористов, организации проведения контртеррористической операции в лесистой местности, нейтрализации вооруженных террористов, а также порядок действий при ликвидации последствий теракта. В учении приняли участие все силовые структуры, привлекаемые к проведению контртеррористической операции. Порядка 800 человек, более 100 единиц техники, в том числе боевой вертолет. На воселье сразу для ста малышей. Сегодня в селе Урмаево Комсомольского района открыли детский сад. Для муниципалитета это кардинальное решение проблемы очередности. С подробностями Дмитрий Ковалев. Татарские песни в этом селе понятны всем. Более 85% жителей Урмаева – татары. Село развивается быстрыми темпами. Здесь немало молодых и многодетных семей. В дошкольных группах района ребятам не хватало места. Эта проблема решается в рамках национального проекта, отметил глава региона. Только в Комсомольском районе за последние годы мы вводим третий детский сад. Правда же, да? Третий детский сад. Кроме этого, в 14 школах имеются дошкольные группы для наших детей, где на самом деле общеобразовательные школы на полную мощность не используют. А для сведения могу сказать, что за последние годы, начиная с 2019 года, когда началась государственная программа строительства детских садов, мы по республике построили 44 детских образовательных учреждения. Строительство детского сада продолжалось меньше года. И вот торжественный момент. Одно и другое. Держите. Много-много режьте лет. Вот так, подожди. Летные, чтобы каждому хватили. Ай, ай да. Поднимите на меня. Друзья, давайте все дружно поздравим детский сад с открытием. Новый детский сад Фурмаева назван красивым именем Лейсану, что в дословном переводе с татарского языка – первый весенний – теплый дождь. К гостям здесь принято говорить СМСС. Здравствуйте. Большинство работников детского сада – молодые специалисты. Воспитатель Гилия Айнединова привела сюда и своего ребенка. Просторно, светло. Все очень удобно. Ребенок хочет сюда. Игрушки яркие, красивые. Частыми гостями детского сада намерены стать и преподаватели научного клуба «Кулибин». Вместе с ними ребята постигают АЗ робототехники. Сейчас он создает робота, машинку, которая будет работать по датчику движения. Программу создал такую, что он рачали рукой, подвинет, проведет так вот рукой, он поедет. Когда найдет преграду, он остановится. В перспективе дошколята вообще не будут стоять в очередях. Михаил Игнатьев отметил, что до конца этого года в республике откроется 16 садиков. В следующем еще 9. Вот здесь очевидно, уже дети с полтора лет пошли в детский сад и 100% разрешили вопрос для детей уже в возрасте с полтора лет. Если я сильные группы, отдельные родители отправили своих детей в возрасте уже с 6 месяцев. И дальше так будем работать. На это, конечно, миллиарды денег выделяли и будем выделять. Здесь никаких сомнений, никаких вопросов ни у кого не должно быть. Приоритетная программа для муниципалитетов – устойчивое развитие сел. Из бюджета региона району уже направили порядка 100 миллионов рублей. Так на окраине Комсомольского проложили инженерные сети и дорогу. За два года здесь уже появилась улица. В этом году сделали газификацию, полностью проделывали освещение. И на сегодняшний день работы пока газификации не приняты. Но работы выполнены. Документы, как только подрядчик предоставит, мы оплату произведем. Здесь, сами видите, хорошие дома, благоустроенные, где будут жить дружбы и любви нашей молодежи. В селе Ширауты глава региона проинспектировал ход строительства нового дома культуры. Подрядчики уже вышли на финишную прямую. Начались отделочные работы. Открытие назначили на конец года. С музыки, стихов и хорошего настроя начался учебный год для студентов Канажского транспортно-энергетического техникума. Там отметили День знаний. У его выпускников нет проблем с трудоустройством. Стратегический партнер техникума – крупная трубопроводная компания. С теми, кто готов грызть гранит науки, встретился Рифат Фадкулин. После школы снова первый. Только на этот раз не класс, а курс. В этом году за парты в аудиториях сядут 300 первокурсников. 80 из них приехали учиться из других регионов страны. Это будущие электромонтеры, пожарники, автомеханики и сварщики. Учиться здесь и сложно, и престижно. Передо мной, естественно, откроется множество новых возможностей, которые, я надеюсь, я смогу воплотить, которые я смогу реализовать в дальнейшем. Поступил на пожарную безопасность, и это, можно сказать, как МЧС. И всю жизнь я хотела связаться именно с этим направлением, и поэтому я пришла именно сюда. 10 профессий и 8 специальностей. Абитуриентов привлекает большой выбор образовательных программ. Преспектива и желание было в этот именно техникум поступить. Какая профессия? Электроремонтник. Чем их заинтересовала эта профессия? Физика. Нравится предмет физика. Ну, устремленность есть, посмотрим. Дальнейшее будущее, какое будет у него. Ну, техникум мне понравился тем, что тут очень много специализаций, а профессия пожарная безопасность. Просто у меня мечта была так стать пожарником. А я не знаю, что любовь может быть жестокой, а сердце таким одиноким, я не знаю, я не знаю. Сейчас в техникуме обучаются более 700 студентов. Самое главное, что дает учебное заведение, это уверенность в завтрашнем дне. Выпускники не беспокоятся о трудоустройстве. Канажский транспортно-энергетический техникум осуществляет подготовку в соответствии с двумя стандартами. Двумя основными заказчиками кадров – это государство и компания, с которой мы сотрудничаем. Компания эта называется «Транснефть». Наши студенты при обучении будут выполнять те операции, соответствующие компетенциям WorldSkills, и в конце обучения сдавать демонстрационный экзамен, по итогам которого они получают Skills Passport, который признается уже теперь многими работодателями и дает для студентов дополнительные возможности. Транспортно-энергетический техникум – основная кузница профессиональных кадров для компании «Транснефть». Сотрудничают они уже больше 10 лет. Так что после окончания Канажского техникума с дипломом в руках без работы студенты точно не останутся. Рифат Фаткулин, Андрей Спиридонов, Республика. Начало учебного года – это долгожданные встречи с друзьями, рассказы о летних каникулах. Делиться впечатлениями, обсуждать планы на будущее лучше на семейном празднике. В Чебоксарском центре для детей-сирот так и сделали. Первые звонки и торжественные линейки позади. Можно собраться с семейным кругом и не спеша поговорить. В центре для детей-сирот уже давно так отмечают начало нового учебного года. Традиции нарушать нельзя, и каждый год ребята вместе с воспитателями ждут этих встреч. Мы стараемся буквально чуть ли не каждый день, чтобы у них были мерпятия, чтобы они были загружены. Есть день спорта. В среду мы всегда уезжаем в бассейн, в спартак, чтобы заниматься. Также они занимаются почти все, сто процентов занимаются в кружках. Это и лепка там, и художественная. Мальчик занимается столярным делом. И многие у них очень неплохо получаются. Поздравить детей пришли давние друзья, сотрудники Следственного комитета. Они поддерживают ребят во многих начинаниях, помогают определиться с профессией. Продолжается ремонт Сугутского моста в столице Чувашии. Подрядчик приступил к гидроизоляции. Выполняют ее с помощью инновационных технологий, а это напрямую влияет на прочность. Напыляемая бетонно-полимерная эмульсия уже достаточно широко применяется при ремонте мостовых конструкций. Так называемая мембрана устойчива к высоким температурам. А это значит, что сразу же можно укладывать горячие асфальтобетонные и литые смеси. Она водонепроницаема и эластична. В Чуваксарах это делается впервые. После нанесения этой гидроизоляции Дорфлекс будет выполнена укладка асфальтобетона, литого асфальтобетона, нижний слой, с последующим укладкой верхнего слоя ЩМА-19. Это позволит служить мосту без проблем долгие годы. Работы на объекте ведутся с трехнедельным отставанием. Причиной называют неблагоприятные погодные условия. Закончить эту часть моста и открыть движение планируют в сентябре. Что касается второй половины моста, то к его ремонту подрядчик приступит в марте 2020 года. 16-летняя школьница из Чувашии Анастасия Демьяненко выиграла чемпионат уличного искусства, который проходил в Германии. Рисование мелками на асфальте ей не было равных. Мел в умелых руках творит чудеса. Самое главное – передать эмоции и поиграть с светом. Анастасия Демьяненко не составляет труда перенести изображение с фотографии на асфальт. Рисовать постелью, признается она, начала совсем недавно. Хотя за спиной Насти годы учебы в художественной школе. О конкурсе узнала случайно. Когда я была у своей тети в Германии, отдыхала, мы увидели объявление о фестивале уличного искусства, который проходил в соседнем городе. И моя тетя нашла информацию в интернете именно о конкурсе. Сначала среди взрослых, а потом среди подростков. И необходимо было заполнить анкету, которую затем отправляли в Вильям-Сафен. Это город, в котором проходил фестиваль. Темой была достопримечательность города Вильям-Сафен. И мы знали заранее эту тему, поэтому мы нашли в интернете фотографии этого города. И потом узнали, что самая главная достопримечательность – это мост. Мост Вильгельма. И его я как раз и рисовала. На такую красоту художница потратила 4 часа. Всего в фестивале участвовали 30 человек в возрасте от 12 до 18 лет. Победительница получила кубок и большую коробку постельных мелков. Все, что нужно молодому профессионалу. Поддержка, во-первых, родственников, потому что они верили в меня. Я-то в себя даже практически не верила, потому что я думала, ну все, сейчас приеду, там будут всякие профессионалы. Они там рисуют в 3D, в каких-нибудь супертехниках. Умело свои секреты рассказывает Настя. Особый подход делает работы воздушными. В стиле стрит-арт художница любит рисовать природу и цветы. Это очень удобно, потому что не нужно каждый раз кисточку менять или воду. Ты можешь просто взять и нарисовать. И получается намного интереснее смотрится, чем когда ты рисуешь на бумаге красками. Рисунок на асфальте требует серьезного подхода. Нужно учесть оттенки, тени и полутона. В голове просто ты думаешь о картинке, как это будет выглядеть в конце. Куда нужно положить какой цвет, чтобы это выглядело так, как я хочу. И в то же время думать о освещении. С какой стороны освещение, в какой стороне должна быть тень. Вот так буквально за полчаса на однотонном асфальте появился цветок. В будущем Настя хочет стать врачом. А желание украшать тротуары яркими красками, возможно, станет ее хобби. Рифат Фадкулин, Андрей Спиридонов, Республика. 7 сентября профессионалы и любители бега вновь соберутся на традиционную эстафету газеты «Советская Чуваша». Этой осенью она пройдет 81-й раз. С 1932 года практически ежегодный, за исключением военного времени. Эстафета газеты «Советская Чуваша» – такая же неотъемлемая часть спортивной жизни республики, как и Олимпиада для мирового спорта. Менялось время и место проведения, меняются правила, меняются составы команд, но воля к победе неизменна. Восемь лет с момента создания национальной телерадиокомпании «Чуваша» и наши команды участвуют в эстафете. Для журналистов это и драйв, и положительные эмоции, и возможность еще раз доказать, что талантливый человек талантлив во всем. Вот когда мне впервые предложили принять участие в эстафете «Советская Чуваша», я с удовольствием согласилась. Вот мне было интересно почувствовать те самые эмоции, которые чувствуют, наверное, спортсмены. Это и на старте, и на финише, это очень волнительно. Пришли, мы не думали, ну, лично я не думала, что мы победим, но заняли тогда второе место, это было три года назад. В этом году тоже планируем принять участие. В редакции «Советской Чувашии» завершается подготовка к спортивному форуму. В этом году он пройдет на стадионе «Олимпийский». Кроме того, в программе эстафеты есть некоторые изменения. Раньше у нас было от 40 ветераны, да, от 40 лет. Теперь у нас отдельно бегут от 40 и от 60, чтобы вот в такой категории. И ветераны спорта действительно очень благодарны. Я не понимаю, почему мы раньше это не делали. Вот на 81 эстафете получилось. В эту субботу, 7 сентября, участников и болельщиков ждут на стадионе «Олимпийский» в 10 часов. Нагрудные номера участникам будут выдавать с 5 сентября в редакции газеты «Советская Чувашия» в Доме печати. Таким был этот вторник, а я с вами прощаюсь. До завтра.